есть у нас самое главное вот идемте самый интересный опыт да вы видите здесь разницу алексей сергеевич во первых нету подсолнечника ну собственно говоря из-за вот этого участка я сегодня сюда и приехал вот здесь такой вид как будто уже пора сена косить у нас состояние такого посева где-то в апреле месяца а сейчас октябрь то что за участок ну это все то же самое сеялось 18 сентября идем оттуда здесь у нас был опыт заложенный вот 10 гектар мы сеяли покровную культуру проверить вообще как покровная культура будет вместо там пара допустим там ну как как после нее это будет развиваться пшеница здесь предшественник подсолнечник покровная культура и там дальше лен 10 гектар вот здесь лен мы сравниваем с подсолнечником как она себя будет и плюс сюда еще внедрили покровную культуру а посев вот это все одинаково сделано пшеницы все в один день я же говорю вот норма посева и удобрения все одинаково еще раз какая здесь нужно два с полмиллиона 50 килограмм амофоса селась 18 до сентября но на вид здесь даже не футбольная поле здесь уже все переросло здесь пшеница жирует да а вот как сеялась это покровная культура что чтобы не какие культуры какие сроки кто-то смотрит наш канал знаете что мы там заложим опыт его 24 культуры мы там собрали компонентов и для чего это было сделано первую очередь ну мы хотели после озимых после уборки сеять эту культуру и когда намешали 24 культуры сеяли как раз лен я говорю давайте засыпем норма здесь было 10 килограмм этих покровных давайте засыпем проверим вообще что как у нас там сходы как вообще сеялка сама сеет из 24 культур вышла тогда всего 15 это было начало апреля мы были вы же были как раз до 14 15 культур эта полоска 10 гектар 10 и там срок посева еще раз 1 или 2 апреля памятник 1 апреля до вместо подсолнечника вы посеяли да подсолнечник или лен там хорошо как развивались покровной культуре в апреле потом вот они как-то волнами начали сходить правильно там же было у нас 24 культуре там и холодные теплого периода причем из 15 культур мы когда после того как вы были у нас гостях мы через неделю остановились вегетацию этих 15 культур как бы тогда все надо останавливать что осемениться мы этого боялись остановили но потом еще взошла одна волна вот тех культур там в которых 57 осталось они дальше продолжали расти после того как мы остановили вегетацию это через неделю наверно пошел здесь 10 или 15 миллиметров посадка выпало и начали эти культуры сходить мы их не трогали и они у нас росли до посева вот этой пшеницы бы не видно вот их они были ну там большинство это была редька маслиничная проса тоже не видно вот я не знаю куда это все делось мы остановили там вот у нас есть огрех чечевица допустим но видно покровные были здесь этот участок узнаю ну а в чем секрет по вашему он до сих пор редька торчит а вот там с краю даже можно увидеть он ну и по полосе вижу судан как было в чем секрет почему тут вот пшеница выглядит как будто ей избыток питания не переросла она на вид как не я переросла это надо проверить как бы ну я думаю что не вот такого поля мы посмотрели уже все пшеницы вас не по гороху не у соседи на пару такой пшеницы не видели вот через лесополосу находится пар там и даже вот сейчас можем пройти по причастнику лен посмотреть будет видео другой результат в чем в чем секрет это был зеленый пар получается занят до федеральный либо суданка либо можно ряды сомкнулись вы не будете останавливать нет у нас есть опыт что-то остановка не дает ничего вот это все были покров да но получается тоже что-то все время росло не вытянуло питание так получается причем здесь если сравнить тупо злаком было здесь в прошлом году был ячмень а зимой посечь меня посеяли проса убрали еще здесь пять центнеров просто по прошлому году как бы сухо было но все равно убрали и потом от весной покровная культура видите тут даже тут больше растительных остатков ну прошлогодних на на границе вот лен справа ли он да вот здесь получается была смесь покров покровный путь явно она превосходит развитие даже лена считается такой с малым выносом культура увидите сразу разница и какому выводу мы пришли связать с этим ну все-таки покровная культура ну не знаю комбайн покажет конечно ну это дает на мысль задуматься то есть считалось раньше что горох хороший дашь если он хороший но мы видим что смесь сидеральных покровных культур из двадцати четырех компонентов намного превосходит эти предшественники причем если вернуться к экономике да тут здесь же совсем но сразу сравнить если с бобовой культурой да даже вот здесь я льна убрал 6 центр в чем сравнение по экономике с бобовой культурой то есть вы получили урожай зерна вот по тому полю мы там убрали ну а зимы дал больше яровой дал в районе 10 центеров вот посчитайте 2 10 центов не окупился получается нет не вышел в минус но здесь тоже ничего не убрали здесь тоже не убрали затрат на часть другая совсем за счет меньших затрат дошается по сути если это лучший предшественник вместо гороха ну а если горох уродил и дал бы 30 центов но вы были бы в плюсе тогда чтобы ну тут у нас же весов поста да ну мышь еще скосим здесь отдельные посмотрим урожай какая будет прибавка относительно гороха относительно вот этого льна и подсолнечника да может копнем здорово надо обязательно копать тут лопата залетает смысле здесь мягче получается смотрите уже какая нету александра ивановича честно сказать я не верил до последнего знал бы я бы тут наверно тоже миллион посел что-то я думал не будет такой эффекта вот 456 вот это наше зло бритне что она здесь пошла на пользу или живой почве даже удобрение помогает это как у бедненко да и покровный что скажите да есть вот но все равно она уже какая-то появляется структура да много мелких почва тут я думаю александр иванович нам напишет там комментариях я думаю это для него будет самый бальзам надо поэтому сорвался сегодня бросил посевну и приехал да давно хотел но а вот еще скажите я слышал наука у вас работает вот наука была у нас я же говорил 4 назад мы когда пришли там сахара проверять вот здесь было сахаром я не знаю ну по их не там шкале 16 если там было двенадцать то же да то есть выровень содержания сахаров 12-14 это на каком посеве ранний посев после подсолнечника это на этом же поле да но это отличный результат когда когда пришли 16 как как я вижу что это одно пуль и как в чем здесь секрет то на удобрение здесь были покровные культуры покровные культуры это значит ну бобовые нет нет я ее отвез также как сегодня вас показал не сталкивается с покровной культуре для них отвел на край показал вот такие культуры до 24 росло там все нет тут что-то как бы ну и пассив и тоже здесь был лен тут шикарное развитие но конечно совершенно не то который мы видим после смеси покровных культур урожай лена был всего 6 сантиметров то есть вы нас здесь не сказать что значительный но однозначно видно разницу то есть постоянно вегетирующей покровной культуры получается далее дали большее питание для зимы пшеницы чем вот монокультура льна здесь вот уже высота растений примерно сантиметров 25-30 на алексей сергеевич вот смотрите вот сравнить с паром да да вот ходили вот лесополаз и сеялась в один да ну не мешает ну я хочу сказать что даже если сказать что это пар но за ты по него там пар до классический правильный наутильный для ты покровными культурами пять раз тут лучше развития чем там в чем я скажу по вот этому полю тут по плодородию это ну из моей вот в этой зоне здесь это самое худшее вот по картограмме и так еще раз про науку а тут очень мне это интересует потому что я так делали у вас опыт то есть анализ содержание сахаров уровень брикс то что называют американцы уровнем брикс то что у нас идет анализ листовой диагностики на содержание сахара и как как это происходил процесс нарвали там пучок пшеницы и то есть рефрактометр его на злой монокуляр через которого с помощью солнца света да 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 просто на солнце смотришь и там есть шкала и вот именно вот здесь показала шестнадцать скала девять это уже хорошо ну замечательно шестнадцать это пешгрена таки до последнего не поверила удобрения делка как шла сила действительно вот я сколько слышал содержание сахаров 12 это считается хорошо это тот уровень при котором растение не поражается болезнями и насекомым потому что такое высокое содержание сахаров значит что насекомые не могут эти сахара переварить сложные высоко содержится когда растение ослаблено она больше поражается насекомыми и болезними соответственно слабый человек слабое животное всегда больше болеет хуже иммунитет и то же самое справедливо для растений то есть здесь мы видим 16 то есть этот федеральный пар наутильный который не обрабатывался которые были живые корни было разнообразие дал такой потрясающий результат и на самом деле вот здесь сейчас растения не самые высокие самые здоровые самые сочные ранний пассив не видно здесь не мухи ничего 18 числа то есть по моим ощущениям здесь должно было быть вот все и болезни и муха но этого я вообще не вижу какой-то нонсенс как будто здесь все затравили фунгицидом и рост регулятором были здесь какие-то нет ничего не было вчера мы обработали здесь этим препаратом дерби причем можно было здесь не обрабатывать и видите здесь даже сорняков не видно как бы уже все поле шли вот с покровными как бывает или допустим ошибку и они зарастут сорняком или наоборот сделаешь все правильно и вообще сорняков нет вот тут вот как-то надо научиться этим управлять правильно знать все нюансы вот такие примеры доказывают что даже в первый год в один год применение покровных можно получить высокую отдачу экономическую я надеюсь тоже но хотя бы по развитию уже тут явно я знаю есть вот в чем тот секрет был ну во-первых разнообразие вторых же живые корни то есть структуру видим лучше влага сразу впиталась лучше накопление влаги и плюс не давали осемениться этим покровом то есть не было выноса мы знаем что основной вынос питания идет когда налив зерна и влаги потребления тоже когда налив зерна то есть с той стороны где был лен и с другой где был подсолнечник был максимальный вынос здесь же растение росли давали пользу кормили пилоту и останавливаем этот момент пока не зеленый вегетировал и вот она порвена пошла вторая волна другие за кровные взошли свое время росли и опять же они хормили биоту делали структуру но максим влаги не вытянули не осеменили опять их остановили и опять посели пшеницу продолжительные живые корни максимальное питание плюс пошли дожди вовремя теплая температура теплая биота работает и освободили это питание еще от первой покровной культуры уже пшеница вот думаю в этом в этом основная заслуга спасибо вам за то что нам дали объяснение я буквально сам 3-4 дня назад когда наука позвонила что собираются ко мне ехать пойду хоть посмотрю что с этим полем по диагонали по словам я сразу вам отправил видео это тут надо продолжить есть есть альтернатива некоторым моментом держать парку держать вот такой занятый парк с разнообразными покровными культурами вариант особенно если он сложилось весна которой вот неудачно откровенно было недостаток влаги и мы ждали посеять и проиграть но могли ничего не получить посеяли получили слабый урожай затратили кучу семян тоже гороха хотя видно было что условия не самые лучшие для этой культуры но все равно или было подождать потом посеять покровные они уже вырастут в любом случае что-то из них найдет свое время свою влагу для тяжелой весны это наверно лучше будет вариант потому что по затратам получилось недорого сколько в итоге вышло на затраты на покровные культуры ну я считал где-то 800 рублей а на то чтобы остановить и скандалировать потом я тут больше полтора литра не было не было задачи полтора литра 360 глифосата и все больше ничего мы тут не добавляем не знаю я же говорю здесь экономика здесь вообще капитально еще мы видим результат конечно бункер нас рассудит подождем какой результат будет интересно как перезимует этот участок и и посмотрим что будет здесь летом уже по уборке в чем не знаете что можно будет здесь заложить можно будет дать ну я же буду азотные давать вести как и здесь полосочку мы дадим на этом участке а полоску 100 потом ну что пополам да да для сравнения есть ли смысл здесь давать азотное удобрение или тут достаточно и так ну это же надо проверить потому что если не проверишь как будешь сомневаться ходить за это я же говорю полоску мы дадим чтобы как раз комбайном до сюда здорово есть место для творчества до кровных культурах многому чему научиться есть потому что когда теоретически знаешь вот это но это одно а когда на практике видишь что отдачу то это совершенно другой результат я думаю про покровной культуры немного людей смотрят но смотрят и до доброжелатели и недоброжелатели интересно будет почитать комментарии тех и других в чем здесь секрет то ли здесь внесли навоз ночью вместе с удобрением может поливали или все таки действительно работает покровная культура так что рад был увидеть это все вам тоже большое спасибо до новых встреч подписывайтесь на канал эрнест ноутил и вы увидите судьбу этого участка всего там два с половиной миллиона здесь перекрестный пассивно 5 миллион а вот край подсолнечник и сразу здесь состояние конечно здесь на две недели раньше такое ощущение что там кормили здесь не кормили обманывайте нас здорово приедем к вам еще